Итоги года. Глава администрации Нового Уренгоя встретился с журналистами городских, региональных и ведомственных средств массовой информации. В целом, Иван Костогрис считает успешным уходящий 2013-й. Финансовые трудности не помешали добиться улучшения по многим производственным показателям. Городские власти намерены впредь повышать уровень комфорта жизни у границы с Северным полярным кругом, чтобы он достиг европейского. Это будет сложно, уверен глава администрации, без широкой поддержки новоуренгойских предприятий в общем и каждого жителя газовой столицы в частности. Подробности общения с журналистами в материале Надежды Печоркиной и Давида Давидашвили. Если кто-то связывал суеверные страхи с цифрой 13, в целом для Нового Уренгоя год под этим номером оказался успешным, говорит глава администрации. Многие предприятия города не только улучшили свои производственные показатели, но активно участвовали в жизни газовой столицы. Иван Костогрис отмечает социальные инициативы общества «Газпромдобыча уренгой» и желание уренгой-дорстроя обустроить прогулочную зону на улице Захаринького. Иногда наши ноуренгойцы начинают критиковать, зачем вы создаете там парки сноуборда и так далее. У нас очень короткое лето, может быть, целесообразнее потратить деньги на какие-то другие цели. Вы знаете, у нас очень молодой город и потребность и востребованность в различных услугах различной категории. На запросы молодых ноуренгойцев администрация продолжит ориентироваться и дальше. Впрочем, другие возрастные категории тоже вниманием не обделены. Несмотря на финансовые трудности, возводится жилье и социальные объекты. Благоустраивается город, ремонтируются дороги. Все для того, чтобы условия жизни в Новом Уренгое не уступали в комфортности среднеевропейским образцам. Однако в этом стремлении администрация редко встречает ответное желание начать благоустройство с лестничной площадки подъезда двора. К сожалению, по-прежнему мы сетуем на администрацию города, что придут за бюджетные деньги и все сделают. Сегодня по-прежнему, к сожалению, вот та форма, которая применяется, как мы говорим, на земле, у нас не прижилась. В других городах красоту во дворах наводят инициативные жильцы, товарищества собственников, советы микрорайонов. В Новом Уренгое такая активность нормой жизни пока не стала. Но жители города вполне способны сплотиться. Это показало и эстафета Олимпийского огня, которого встретили с огромным воодушевлением. Сегодня можно говорить только слова огромной благодарности за неравнодушие, за понимание, за ту вот серьезную и ответственность, в том числе, которая была проявлена в этот суровый день с климатических позиций. Но в то же время очень радостный и светлый, потому что эстафета Олимпийского огня дошла до Нового Уренгоя. Мы сами понимаем, что наше поколение, наверное, вряд ли будет еще принимать такие серьезные мероприятия на территории нашего города. С одной из главных проблем нынешнего сезона встречается каждый новый уренгоец и глава администрации не исключение. Погода одарила нас снегом в непомерном количестве. У нас есть нормативы по содержанию дорог, в том числе зимних. Сегодня, к сожалению, эти нормативы не выдерживаются, потому что если мы должны два раза в неделю убирать, то мы убираем сегодня не ежедневно, причем в круглосуточном режиме, потому что снега идет постоянно. За два месяца с начала сезона дорожники уже вывезли в накопители столько снега, сколько за всю предыдущую зиму. Дополнительная закупка техники не только не решит проблему, может привести к банкротству предприятия. Остается надеяться, что запасы зимних осадков в конце концов оскудеют, и с ними дорожники смогут справляться быстрее. Вопрос, который не снимается с повестки дня – миграция. Ее процессы можно контролировать только общими усилиями. Эту работу необходимо выполнять и с общественностью, и с правоохранительными структурами, и с руководителями предприятий и организаций города. Это очень совместная работа, которая только когда мы будем задействованы все в этом процессе, даст положительный результат и обеспечит возможность законного урегулирования миграционных процессов. Последние решения, принятые на государственном уровне, позволяют наводить порядок более суровыми мерами, чем прежде. Сегодня возбуждено 13 уголовных дел по владельцам резиновых квартир. Эффективно работает ОМОН, и в будущем власть не намерена менять курс, взятый в сторону общественной безопасности и принципов добрососедства. Надежда Печоркина, Давид Лавиташвили, Служба новостей, «Импульс».